Ровно 8 в Москве, в Петропавловске, Камчатском, 17. Мы сегодня проводим вебинар для компаний из дальневосточных регионов, поэтому, наверное, слушателей у нас будет не так много прямо в эфире, как хотелось бы, но отдельный привет всем, кто смотрит меня на YouTube. Меня зовут Илья, компания Pimatico. Я продакт-менеджер, отвечаю за ряд наших брендов, но сегодня вообще в целом расскажу про нашу компанию, почему с нами можно и нужно сотрудничать и как вместе мы можем заработать больше денег. Мы приглашали представителей компаний, интеграторов различных IT-решений для бизнеса, но тех, кто еще так или иначе, скорее всего, не знакомы именно с направлением IP-телефонии, не предлагают эти услуги или товары. Хочу рассказать вам, почему в дополнение к тем продуктам, которые вы и так представляете на рынке, можно добавить еще и телефонию для ваших клиентов, предложить им и, вероятно, заработать больше, чем без этого. Коротко о нашей компании. Мы работаем с 2008 года на российском рынке. Больше 100 сотрудников в России. Специализируемся на различных телекоммуникационных, аудио-видео решениях. Мы занимаемся именно дистрибуцией, то есть работаем через партнерский канал, работаем с партнерами, поэтому как раз вебинары, мероприятия для конечных заказчиков не проводим, а именно приглашаем вас, тех, кто уже непосредственно занимается интеграцией решений для клиентов. Почти 2000 партнеров у нас сейчас в России, но, надеемся, скоро этот рубеж перевалим, в том числе приглашаем вас также к сотрудничеству. По географии у нас есть более 10 офисов в России и странах СНГ. Собственного офиса в Дальневосточном федеральном округе у нас нет. За это направление отвечает ближайший по времени наш новосибирский офис. Ну вот, как видите на карте, восточная половина страны получается пустая от отметок наших офисов, поэтому в любом случае приглашаем вас для более эффективной коммуникации общаться с нашим офисом в Новосибирске. Мы работаем с различными мировыми брендами, поставщиками телекоммуникационных решений, оборудования и софта, в том числе с брендами, которые являются номер один в мире по своим направлениям. Так мы, например, являемся платиновым дистрибутором компании E-Link и многократно признавались лучшим дистрибутором в мире. Эксклюзивным дистрибутором E-Link по ВКС, видеоконференц-связи, стратегическим партнером и единственным дистрибутором компании 3CX, стратегическим партнером-дистрибутором таких компаний, как Yastar, Gigaset, ITC, Fanville и так далее, так далее. Ну, как видите, список брендов достаточно большой. Но все эти компании, все эти решения дополняют друг друга в плане построения комплексных телекоммуникационных решений для заказчиков. То есть можно предложить все и сразу, и телефоны, и телефонную станцию, и сетевое оборудование, которое позволит все это скоммутировать, и различные дополнения, видеоконференц-связь, аудиоконференц-решение и так далее. Естественно, не буду и не собираюсь рассказывать про весь комплекс оборудования и софта. Хочу в первую очередь остановиться на тех продуктах, с которых проще всего начать вообще входить в этот рынок и предлагать заказчикам. Ну, самое здесь, наверное, очевидное, это просто IP-телефоны, которые клиенты и самые небольшие компании, буквально от нескольких человек, и крупные, ставят на рабочие столы сотрудников для того, чтобы, собственно, звонить. Вот наш основной бренд E-Link. Мы вместе с ним, собственно, с 2008 года и работаем, и вместе параллельно растем. За это время E-Link успел стать номер один производителем IP-телефонов в мире, ну и, соответственно, в России. Ну, а мы, соответственно, стали одним из ведущих дистрибуторов IP-телефонии в нашей стране. В этом плане схема работы может быть достаточно простая. То есть заказчику, может быть, нужно поставить один, два, три, а может быть, 200 телефонов. Вы можете заключить партнерский договор с компанией Pimatico, получить свою партнерскую скидку и, соответственно, сделать эту поставку вашим заказчикам и свою маржу на этом заработать. Оборудование простое, но и понятное. Понятно, что это просто телефон, который звонит. Конечно, там тоже есть много нюансов, десятки различных моделей и более дешевые, и более дорогие. Но, наверное, базово это то, с чего можно и нужно начинать. И многие из наших партнеров именно с простых поставок IP-телефонов и начинали. Конечно, это не самый простой бокс-мувинг, если сравнивать, я не знаю, с бытовой техникой. Есть нюансы, сложности. Но если вы уже работаете IT-интеграторами тех или иных решений, я уверен, что никаких проблем у вас с этим не возникнет. Ну, конечно, вопрос, как и с чем эти IP-телефоны будут работать, что, собственно, стоит в ядре сети. Конечно, решений на рынке очень много, и виртуальных, и HTS, и прочих. Но мы, например, сотрудничаем с также китайским производителем IP-ATS Eostar. Тоже у нас уже многолетнее сотрудничество. Это один из ведущих поставщиков решений телефонных станций, опять же, в мире, ну, и в Китае, и в России, соответственно. Как другая альтернатива – это коммуникационная платформа 3CX от европейских разработчиков. Сегодня про нее расскажу подробнее. Ну, и далее всевозможные специализированные телефонные решения, DEX-системы, специализированные отельные телефоны или телефоны для колл-центров. Это все, конечно, тоже присутствует в зависимости от специфики заказчика, от тех задач, которые нужно решать. Можно поставить те или другие телефоны. Еще одно такое телефонное направление, ну, тут, наверное, даже более массовое, более консюмерское в каком-то смысле. То есть это те устройства, которые не только на работе, но и даже дома можно использовать. Гарнитуры, спекерфоны, блютуз-гарнитуры. Также от нескольких производителей – E-Link, VT, Fanville в разном исполнении, в разном ценовом сегменте. Тоже, естественно, всеми прайсами, всеми вашими партнерскими скидками мы можем поделиться, показать, рассказать, что можно предлагать вашим заказчикам для реализации их задач, ну, и, соответственно, для более эффективной работы вашего бизнеса, для увеличения ваших оборотов. И еще одно направление, о котором не могу не сказать, не выделить из всего спектра того, чем мы занимаемся – сетевое оборудование и видеонаблюдение. Ну, собственно, сетевое оборудование – то, на чем все эти устройства, вышеупомянутые, будут коммутироваться. Сетевые коммунаторы, Wi-Fi для бизнеса, маршрутизаторы. Ну, и видеокамеры – это, конечно, тоже никогда не лишнее. И понятно, что, так или иначе, большинство компаний в нашей стране используют видеонаблюдение. Ну, куда же без этого? Есть еще одна группа более сложных продуктов, но могу не рассказать, потому что я за этот бренд тоже отвечаю – GMDAR. Дорогие промышленные телефоны в устойчивом стальном корпусе, в том числе взрывозащищенные телефоны, которые нужны часто заказчикам со своей спецификой. То есть, или промышленные предприятия, шахты, транспорт, ну, в том числе, кстати, мукомольные, например, предприятия, или производство сухого молока, где есть взвеси в воздухе, и нужно ставить специализированное взрывозащищенное оборудование. Это оборудование специфическое, достаточно редко поставляемое, не массовое, но на нем также можно хорошо заработать, потому что оно дорогое, так что, если нужна будет для кого-то из ваших заказчиков такая информация, то, конечно, тоже всеми прайсами, всеми нужными материалами поделимся. Ну, и про домофонию, как более простой, более частый случай, расскажу сегодня подробнее. Сферы применения всех вот этих телекоммуникационных решений могут быть какие угодно, на самом деле, ну, потому что, так или иначе, даже в 2023 году все продолжают сфонить, всем нужна связь, всем нужны качественные коммуникации, не с мобильных аппаратов, например, но с установленных стационарных телефонов для работы. То есть это может быть и бизнес, и госучреждения, и промышленность, транспорт, сфера гостеприимства и так далее. Поэтому с какими бы заказчиками вы уже не работали, так или иначе, что-то из этого спектра им обязательно пригодится, и можно предлагать им эти решения. Немножко похвалюсь про, собственно, нас, компанию Апиматика, почему с нами нужно работать. Мы постанируем себя как value-added дистрибутор, ну, то есть не просто привозим и продаем дальше, а оказываем полноценную поддержку и консультацию партнеров от начала до конца. Поэтому, если в начале пути вы что-то не понимаете или совсем ничего не понимаете, это вообще не проблема, обращайтесь, все расскажем, подскажем, поможем в подготовке проектных решений с пресейлом в работе с вашими заказчиками, поддерживаем, естественно, демооборудованием, которое можно взять в тест. Если вы готовы, например, вместе с заказчиками в каком-то виде доехать до наших демо-залов, то можно все это обсудить лично. Сейчас демо-залы работают в Москве, Екатеринбурге, и в этом году открываются в Санкт-Петербурге и Новосибирске как раз. Мы сами занимаемся локализацией и переводами ООО и всех материалов, и оказываем, естественно, техническую поддержку для партнеров уже после того, как оборудование было продано в случае возникновения каких-то сложностей. Ну и, кстати, у нас работает система B2B, так что осуществлять заказы словно, например, одного телефона можно в несколько кликов через B2B-систему, что тоже просто и удобно. Обучение и сертификация партнеров мы также регулярно проводим в различных офисах или в выездном формате. Основное направление, ну, как одно из... Ну, понятно, что по телефонам, по оконечному оборудованию особо обучать нечему, ну, то есть телефоны, они работают, через них звонят. Конечно, основная масса обучений в плане телефонии приходится на бренды Ястар 3CX, именно как ядро, как коммуникационная платформа, поэтому мы Академию Ястар и Академию 3CX регулярно проводим в разных городах. Если будет потребность выехать к вам, к вашим специалистам, ну, по сути, в любой город, куда вы позовете, это все обсуждаемо. Так что, ну, не только в Новосибирске на базе нашего офиса проводим обучение, но и в любых других локациях по необходимости. И про совместный маркетинг тоже упомяну, про это нельзя забывать. Мы всегда рады и готовы проводить какие-то совместные акции, мероприятия, совместные активности. Если, опять же, захотите позвать нас к себе в город, чтобы мы вместе провели какую-нибудь, например, конференцию, встречу с заказчиками или с вашими сотрудниками, монтажниками или так далее, это все тоже возможно, совместные акции, промо и так далее. Так что обращайтесь, обязательно с этим поможем. Отдел маркетинга у нас тоже активно работает. Ну и в мероприятиях, конечно, отраслевых мы тоже участвуем. В основном это федеральные выставки, которые проходят в Москве обычно. Но если в том числе на Дальнем Востоке проходят крупные мероприятия, зовите, мы обязательно все предложения рассмотрим. Лично я у нас в компании занимаюсь брендами Funvel, 3CX, Jimdar, что я упоминал выше, поэтому хочу поподробнее именно на них остановиться, рассказать о том, как можно на этом оборудовании и программном обеспечении заработать немножко больше. Начну с компании Funvel. Китайский производитель более 20 лет на рынке, сейчас уже крайне известен на рынке и вышел на позиции топ-2, ну как раз после E-Link в плане обычных офисных десктопных телефонов. Но мы с компанией Funvel работаем по некоторым другим сегментам, по специализированным решениям. Это IP-домофоны, отельные телефоны и некоторые другие продукты для специализированных кейсов, когда нужны, скажем, нестандартный подход. Вот получили в прошлом году награду «Прорыв года» и надеемся, что будем еще более активнее работать с Funvel, но это 5 секунд похвалиться, а самое интересное, наверное, про сами продукты посмотреть. Серия отельных телефонов – это специализированный аппарат, и, ну, понятное дело, для отелей. Гостиницы в России так или иначе обязаны ставить устройство связи, конечно, многие решают эти вопросы по-разному, но для гостиниц 4-5 звезд это, по сути, является обязательным критерием, что нужно поставить в каждом номере нормальные телефоны, даже если не хочется, все равно сделать нужно. Поэтому достаточно популярна эта линейка, по сути, это просто IP-телефоны внутри, отличающиеся дизайном, более удобным, более подходящим им для гостиниц. То есть убрано все лишнее, добавлена возможность кастомизации, программируемые кнопки, которые можно записать, ну, как ресепшн, бар, экскурсии, помощь и так далее. Самый дешевый аппарат в этой линейке в розницу, в рекомендованной розничной цена 54 доллара, не так много, и он наверняка будет самым популярным, потому что все-таки при необходимости ставить телефоны в отель многие гостиницы ищут более бюджетные решения, потому что, ну, объективно понимают, что постояльцы звонят мало, но ставить это оборудование нужно. Ну и справа на картинках в трех разных цветах трубки аж двою. Их применение изначально как трубки для ванных комнат, куда тоже в гостиницах высокого класса обязательно нужно ставить устройство экстренного вызова или телефон для связи. Но, конечно, ничто не мешает эти трубки использовать их как простой, недорогой IP-телефон для любых нужд, использовать их абсолютно в любой сфере. То есть это, естественно, не запрещено, поэтому, конечно, эти устройства у нас тоже массово расходятся. Самым разным клиентам, которым просто нужно воткнуть Ethernet в телефон, чтобы у них заработала связь как компактный, простой телефон, так что это все тоже, естественно, у вас можно и протестировать, и приобрести. Про домофоны расскажу подробнее. Пролистаю сейчас достаточно быстро модельную линейку, что мы не будем останавливаться на технических характеристиках каждого аппарата, но кратко упомяну. Простые вызовные панели с одной кнопкой вызова, с камерой или без камеры, но они все являются также домофонами, то есть реле для открытия дверей у них тоже есть. Ну вот 243 доллара в розницу без камеры или 255 с камерой. Пример установки как устройство связи на терминалах самообслуживания на заправочной станции одного из известных брендов. В другом дизайне устройство такого черного цвета, но тоже с одной кнопкой вызова, плюс добавлен считыватель RFID-карт. Здесь камера уже есть по умолчанию. Чуть поменьше 4-фактор сенсорной кнопкой 243 с физической кнопкой 258 долларов. Та же вариация, но уже с пятью кнопками. Ну вот, китайские разработчики долго проводили исследования, они выяснили, что именно пять кнопок – это такое количество, которое часто нужно заказчикам либо в небольших бизнес-центрах на несколько компаний, либо, например, в Таунхарусах, где обычно не больше пяти, ну или скорее даже четыре жилых помещения в одном подъезде или в одном дворе. Ну и пятая кнопка, например, для консьержа. Вот, например, двухкнопочные аппараты, они своей популярности не получили. Две кнопки никому не нужны, а вот пять более интересны. Ну и, конечно, устройство с полноценной клавиатурой, также с отчитывателем RFID, чтобы можно было проходить по карточке или по замку, с камерой 2 мегапикселя, с дополнительными программируемыми клавишами, с режимом ночного видения – 369 долларов в розницу. Их можно использовать и как накладные, и как врезные, но единственное, чтобы использовать их как врезные, нужно докупить дополнительный короб за 36 долларов. Кроме, собственно, функций видеонаблюдения или устройств экстренной связи или вызывных панелей для получения консультаций, такие устройства заменяют еще, ну и, по сути, точку наблюдения дополнительную, потому что с помощью них можно так же, как с обычной IP-камеры, просто в режиме реального времени получать видеопоток, что тоже дополнительное преимущество. И внутренняя серия уже не уличная, более простые и компактные устройства, меньше чем 10 на 10 сантиметров, меньше 100 долларов, простая вызывная аудиопанель, такая же, но с видео, ну здесь уже одна мегапиксельная камера, не два, но эти устройства более простого характера. Ну и вот популярные схемы применения, конечно, в бизнес-среде используют домофоны, когда перед входом в офис или в бизнес-центр в целом стоит вызывное устройство, с которым можно позвонить секретарю, охраннику на ресепшн или еще куда-то, ну а параллельно службы охраны безопасности могут также сами позвонить на это устройство, посмотреть, что происходит, или просто получать видеопоток в режиме реального времени. Ну и понятно, что в жилых дома так или иначе домофонов ставится больше, чем в корпоративном сегменте, ну просто потому, что все мы где-то живем, домофоны есть в большинстве домов в городах так или иначе, и, конечно, их использовать можно и в жилом фонде. Ну понятно, что в большинстве домов используются более простые аналоговые устройства, но при реновации или при строительстве современных ЖК все больше и больше начинают использовать более современные, более функциональные IP-устройства и видеодомофоны, которые дают больше возможностей для жильцов. Ну и как ответные части тоже кратко пробегут, что, собственно, можно использовать внутри квартиры или внутри офиса для того, чтобы звонки с домофонов принимать. В аудиоформате все та же трубка H2U, которая будет не только телефоном, но и ответной частью для домофонии можно нажать на кнопку и открыть дверь. Вот такое тоже устройство про более, ну более простое по количеству клавиш, потому что их всего две, принять звонок и открыть дверь, ну или не открыть, если не нужно. И видеопанели, вот более простых, с маленьким экраном за 97 долларов, с экраном побольше, также с пятью клавишами, с пятью клавишами, но еще и с сенсорным экраном, также 7-дюймовое. К ним еще идет аксессуар для возможности установки на столе, если это нужно. Ну такое, кстати, решение тоже достаточно популярное, не все хотят вешать их на стену, особенно если это бизнес-сегмент. Ну и устройство в другом дизайне, тоже с сенсорным экраном, с дополнительными клавишами. Вот, например, с экраном 7 дюймов, 266 долларов, рекомендованная розница, с большим 10-дюймовым экраном, 380. Также в корпоративном сегменте часто используют вот такой телефон X210i с микрофоном гусиная шея для установки секретарям, охранникам, как полноценная панель мониторинга, консоль мониторинга и управления. Потому что на нем есть экран для получения видео. Вот микрофон гусиная шея, он дорогой, но вам, как партнерам, это скорее может даже нравиться, потому что чем дороже оборудование, тем, понятное дело, больше на него можно заработать. Вот несколько вариантов таких консолей, как видите, либо с тремя небольшими экранами, либо с одним большим сенсорным экраном. Ну и цена у них, соответственно, от 355 до 1000 долларов в розницу. Еще одно дополнительное устройство для организации всей вот этой системы контроля, безопасности и вообще телефонии в компании, коммуникации в компаниях – потолочный SIP-динамик, на который также можно позвонить SIP-телефона, который может проигрывать музыку в режиме ожидания, в обычном режиме работы. Ну, например, в торговых центрах часто такие ставят устройства для того, чтобы в фоновом режиме играла какая-то музыка, а если нужно сделать объявление, даже не экстренное, а просто там просим продавца подойти на какую-то кассу, то вот это все для этого. Ну и в корпоративном сегменте и в жилых домах, подъездах, они, конечно, тоже могут устанавливаться, чтобы в случае чего, например, объявить тревогу, или чтобы музыка в лифтах играла. Пара примеров проектов, особенно в отношении того, что, как вы знаете, в прошлом году многие западные бренды ушли из России, но поэтому на замену им стали предлагать в основном китайских производителей, но в том числе решения от Fanville. Вот, например, жилой комплекс в Москве мы оборудовали на более 500 квартир как раз вот ответными устройствами аж двою. Все парковки Leroy Merlin по всей России оборудованы домофонами Fanville в зоне выдачи. Кстати, интересный факт, раз мы проводим вебинар для Дальнего Востока. В Leroy Merlin именно во Владивостоке было закуплено в два раза больше домофонов, чем в любом другом городе, потому что решили, что раз очень много праворульных машин, то надо для удобства гостей поставить вызывные устройства и слева, и справа от въезда. Поэтому такой интересный кейс получился, что сценарий типовой, но в одном из случаев пришлось поставить в два раза больше устройств. Еще один пример жилого комплекса, на этот раз из Рязани, но тут подробности не расскажу, но вот такие примеры в прошлом году у нас были. На чем все это может работать? Я говорил про китайского производителя АТС Ястар, но также мы работаем с программной коммуникационной платформой 3CX. Компания изначально европейская, разработчики на Кипре, но сразу оговорюсь, мы работаем с ними как с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, так что ни в каких санкционных историях компания 3CX не участвует. Это именно программное решение, то есть это софт. Ни заказчики, ни вы как партнеры никак не ограничены в плане того, как этот софт устанавливать и где, на собственном сервере, на Windows, на Linux или на виртуальном сервере, на Яндекс Клауде, на Google Клауде, Amazon, на чем угодно, на Ажуре и так далее. В этом для кого-то минус. Кому-то хочется купить железную учрежденческую АТС, поставить у себя в компании, чтобы она работала и вот как бы вот она стоит, все хорошо. Пожалуйста, для таких заказчиков у нас есть бренд Ястар, тоже никаких проблем с этим нет. Многим, наоборот, удобен именно софт. Срок поставки, по сути, один день, переслать лицензионный ключ. Никаких ограничений нет ни по поставке, ни по количествам, никаких складских остатков, никаких ограничений по апгрейдам. В любой момент можно увеличить количество, например, одновременных вызовов для заказчика без физической замены того или иного оборудования. Но и вам, как партнерам, опять же, это может быть и будет удобно, в том плане, что никаких лишних проблем с доставкой, с ожиданием, со складом, который вам не нужно иметь, с складом демооборудования и так далее. Так что работа софтом имеет свои очевидные плюсы. Ну, для кого-то, конечно, и минусы, кто-то любит этим заниматься. Ну, тут как на вкус и цвет все фломастеры разные, мы как раз предлагаем разные решения, чтобы удовлетворить потребности тех или иных заказчиков. В базе 3CX — это IP-ATS, также модуль для работы IP-телефонии, как раз для всех этих устройств, IP-домофонов, о которых я рассказывал, IP-телефонов, чтобы они коммуцировали и могли звонить друг другу, ну или, соответственно, в город, в другие страны, куда обычно мы звоним по телефону. Но, как любая современная платформа с дополнениями, то есть 3CX — это UCNC-платформа, как она позиционируется, Unify Communication Collaboration, то есть не просто звонилка. Это еще и чаты, единая система сообщений, обмен статусами пользователей, чат на сайте с клиентами, голосовой чат на сайте, модуль контакт-центра, интеграция с мобильными устройствами, приложение для видеоконференц-связи, для телефонных звонков. Опять же, с приложениями 3CX можно в случае жилых комплексов открывать двери, дав команду домофону, например. То есть вот это вот все, оно дает больше возможностей, ну, чем просто звонилка с IP-телефона. Конечно, с интеграцией с различными бизнес-приложениями, Bittrex, 1S и так далее, если вы как раз в первую очередь занимаетесь представлением подобных решений для ваших заказчиков, то вам может быть крайне интересно заодно предлагать ему еще и решение телефонии. Как основное, как замена имеющейся станции, как более дешевое решение, если они пользуются, например, виртуальными АТС или какими-то другими. Как замена решением западных производителей, потому что там у многих уже истекли подписки или могут быть проблемы в будущем. Как резервную АТС для бизнеса. Так что, если вы уже умеете, любите работать софтом, здесь у вас проблем будет намного меньше и сложностей, и я думаю, что нам крайне быстро это можно будет начать делать. Ну и, конечно, 3CX профессионально локализован на русский язык, даже не нами, в первую очередь не нами, а самим производителем, потому что в компании 3CX работает много русскоязычных сотрудников, именно как-то native speaker на русском языке, поэтому это не какой-то там Google-перевод, как бывает у некоторых там азиатских поставщиков тех или иных решений. Именно профессиональная локализация на русский язык. По прайсам и что здесь можно заработать. 3CX лицензируется по одновременным вызовам, ну то есть можно взять даже самую маленькую лицензию на 4 одновременных вызова, прописать в ней до 10 тысяч абонентов, то есть это там целый город или компания любого размера буквально, но просто только 4 человека смогут позвонить в таком случае, 5-й позвонить не сможет, поэтому нужно споставлять лицензию с реально необходимым количеством одновременных вызовов, градации на экране, ну и стоимость соответственно от 174 евро до 44 тысяч в самых крупных проектах, которые бывают крайне редко, это цена в год. И две редакции по функционалу Professional Enterprise. Есть различные нюансы, но основная разница, что Enterprise имеет в себе отказоустойчивый кластер, ну то есть по сути резервный ОТС, который на дублирующем сервере, находится в спящем состоянии и включается в случае каких-то проблем на основном сервере, ну поэтому разница между Pro Enterprise не такая большая, большинство заказчиков в России выбирают редакцию Pro. Лицензии годовые, что многим заказчикам не нравится, в том плане, что нас многие не привыкли к подпискам, особенно бюджетные организации, не хотят платить, оплачивать считай с года в год, им хочется поставить железную ОТС, и чтобы она стояла условно-вечно. Опять же, пожалуйста, мы предлагаем решение от Eostar, это все можно, но в каком-то смысле более прогрессивные компании уже так или иначе переходит на подписочную модель, но в любом случае за услуги, за антивирусы, за другие подписки компании так или иначе платят, поэтому телефонии в этом плане не должно быть каким-то исключением, недоступным для ваших клиентов. Ну и вам, как партнерам, это может быть крайне интересно, в том плане, что вы из года в год будете от заказчиков по 3CX получать один и тот же предсказуемый доход, то есть в плане кэшфлоу, денежного потока, это очень классно и стабильно для вашего бизнеса. Так что для партнеров это крайне интересно. Мы со своей стороны, как дистрибутор, предлагаем техническую поддержку в рабочее время и проектную помощь. Помощь документации, консультация технических специалистов, защита проектов также осуществляем частично дополнительными скидками, ну то есть по сути ценой. Наверное, поэтому так открыто могу об этом говорить, не боясь каких-то санкций или фаз. В 3CX нет жесткой проектной политики, нет защиты поставкой, как у некоторых других поставщиков, что опять же для кого-то плюс, для кого-то минус, но так или иначе в проектах дополнительными скидками, в том числе и возможности большего заработка, мы партнерам помогаем. Сам вендор тоже помогает, но основное здесь, наверное, то, что есть русскоязычная техническая поддержка от вендора и русскоязычная коммерческая поддержка. Как я говорил, много русскоязычных сотрудников работает в 3CX, так что вы можете общаться как с нами, как с дистрибутором, как непосредственно с производителем, кому как больше нравится. Единственное, что опять же, если вы работаете по времени Владивостока или Петропавловск-Камчатского, здесь быстрее и проще всего вам будет получить какую-то помощь утром от офиса в Новосибирске, а не по московскому или по кипрскому времени. Мы настоятельно рекомендуем партнерам зарабатывать и считать свой заработок не только на первоначальной продаже, потому что многие думают, что вот у меня там маржинальность на этом софте 20%, лицензия стоит всего 500 евро, и что я там на ней заработаю, зачем все это нужно? Ну, на самом деле нет, потому что, во-первых, при первоначальной работе с партнерами мы призываем не только лицензию продать, но еще и оконечное оборудование, и вообще все, что вместе с 3Six работает, предложить, собственно, телефоны. Если заказчик покупает АТС, например, на 8 одновременных вызовов, значит, у него уже там минимум 20 человек работает в компании. Почему бы не продать им эти 20 телефонов, а не он будет искать их где-то в другом месте. Ну и, соответственно, ваша маржа на первоначальном проекте будет тоже намного выше и больше. Но и не забывайте про то, что из года в год вы те же самые 20% будете получать, уже, по сути, ничего не делая. 3Six очень стабильная платформа, без каких-то проблем. Многие наши партнеры действительно коммуницируют с заказчиками раз в год, просто выставляя счет. И у них никаких проблем вообще не возникает, и там необходимости консультировать, обучать заказчиков, оказывать какую-то поддержку. Но если вы хотите, вы, естественно, можете, ну и тоже должны предлагать заказчикам услуги по сопровождению, по технической поддержке, по обучению. Здесь любая модель бизнеса на ваше усмотрение. Кто-то из наших партнеров делает это бесплатно при покупке лицензии, кто-то это делает по тикетной системе с единоразовой оплатой, кто-то предлагает годовые подписки на поддержку. Здесь, как вам кажется, лучше, удобнее, так, естественно, вы можете поступать. Какую скидку получает новый партнер? Ну, здесь, да, есть некоторая градация. Часто бывают случаи, когда продайте нам одну АТС и отстаньте, ничего не хотим делать. Многие партнеры так делают твоя лицензия вообще для себя, чтобы просто самим пользоваться. Скидка базовая 10%, но, естественно, лицензионный договор с компанией Pimatico надо заключить. В любом случае мы работаем официально, от договора никуда не уйдешь. Но мы предлагаем вступить в партнерскую программу вендора, заполнить анкету, познакомиться с вендором, получить сходу скидку 15%, на проекты больше, ну и далее в соответствии с набранными баллами, с успехами, маржинальность до 35%. Можно ли сразу получить больше? Можно. У нас на большие проекты при покупке лицензии сразу на несколько лет, это вот как возражение тем, кто говорит, что не хочет платить с года в год. Окей, можно купить на 10 лет сразу. И при том, если сравнивать, ну, например, с теми же самыми западными решениями, которые уже ушли из России, но раньше были популярными, покупка решения 3CX на 10 лет все равно выходит для заказчика более экономичным, чем комплексное решение, ну, например, от Avaya. Ну и также у нас проходят акции, поддержка партнеров. Ну и скажу, что не то чтобы акция, но вот участникам вебинара, те, кто смотрит эту запись, и партнерам из Дальнего Востока, мы до конца года готовы предложить по умолчанию скидку больше в рамках поддержки, чтобы вам было более комфортно начинать работу с брендом 3CX. Так что настоятельно рекомендуем вступить в партнерскую программу. Это ни к чему не обязывает. Нет, как у многих других производителей, оплаты вступления в партнерскую программу со стороны партнера, платной сертификации или платного предоставления материалов или еще что-то. Конечно, нет. Мы этим не занимаемся. Вы можете заполнить анкету, до конца года получить статус тройни или на 180 дней, если, соответственно, уже после 1 июля смотрите эту запись и решите вступить в партнерскую программу, тогда полгода, но на данный момент до конца 2023 года. Ну и, соответственно, за эти полгода вам нужно будет набрать всего 1000 баллов в партнерской программе. Это не так много. Ну, по сути, реализовать один проект и получить уже бронзовый статус на весь следующий год и дальше развивать продажи. Ну и, соответственно, если, условно говоря, делать по два проекта в год, то через 10 лет у вас уже будет 20 заказчиков, которые просто из года в год платят вам деньги, продлевают подписки, а вы, по сути, ничего не делаете. Так что в этом плане 3CX – клевый бренд, что продажи аккумулируются и как Снежный Ком приносит вам из года в год все больше и больше дохода. По схеме работы с заказчиками мы и вендор против длинных цепочек продаж. Мы хотим работать с вами как с партнерами, как дистрибутор первой руки, ну, чтобы не размывалась поддержка для клиентов и компетенции партнеров также были на высоте. У нас, опять упомяну, Дальний Восток, раз у нас такая тема вебинара, часто бывают заказчики оттуда, которые получают софт через несколько рук. Ну, то есть, не так активны местные партнеры в коммуникациях с вендором или с нами, опять же, может быть, из-за разницы во времени, что не получают всю информацию напрямую, не работают напрямую, а через каких-то там субдистрибутеров софта в регионе, те могут работать еще с кем-то, те уже в свою очередь с нами. В итоге, когда ключ лицензионный проходит через четырех заказчиков, то не получает клиент нужного уровня поддержки и общего понимания, что он купил и как оно работает. Поэтому призываем работать с нами напрямую, официально, ну, соответственно, общаться с вендором, получать всю необходимую информацию. Конечно, как и во многих других производителях, мы настоятельно просим, призываем не демпинговать, работать по рекомендованным различным ценам, чтобы получать максимальную маржинальность от этих решений, но в плане технической поддержки, дополнительных интеграций, дополнительных программных модулей и так далее, здесь каждый партнер выбирает путь для себя, так что на этом можно заработать на самом деле намного больше, чем на самом лицензионном ключе, оказывая комплексную поддержку в плане телефонии вашим заказчикам. Ну, банально даже на настройки IP-телефонов, чтобы они заработали при включении к АТС, тоже можно лишнюю копейку попросить. Несколько дополнительных преимуществ. Мы учили бы отельные проекты, потому что в эту сферу идеально ложится оборудование от Fanville и от АТС-3CX с специальным отельным модулем, так что здесь готовы предоставлять дополнительные скидки, подарки. Также есть призы от вендоров и от нас, даже прямые финансовые выплаты за историю успеха по вашим проектам. Еще раз рекомендуем реализовать комплексные проекты, готовы оказывать дополнительную поддержку при реализации проектов сразу с несколькими брендами и с АТС, и с оконечным оборудованием. Готовы поддерживать маркетинг. У нас стабильный прайс-лист в евро. Понятно, что если пересчитывать в рубли, то цена на решение 3CX меняется. Но в отличие от многих других производителей, за последние полтора года никак этот прайс-лист в евро не менялся, не увеличивался, не скакал, не вводились дополнительные комиссии при покупатах курса доллара или евро. Так что в этом плане с 3CX работать приятно, нет никаких неожиданностей. Срок поставки один день, никаких ограничений по работе в России, по сути бесконечный сток, потому что это софт. Никаких дополнительных переплат. Это, кстати, тоже отличает 3CX от некоторых других западных поставщиков, когда за каждую дополнительную функцию, за каждый модуль, за расширение надо доплатить и так далее, и так далее. Ну и, например, здесь, если заказчик хочет расширить лицензию, например, пришли новые сотрудники, им тоже нужно звонить, не хватает емкости лицензии, то высчитывается чисто математическая разница в цене меньше и больше лицензии, того, сколько дней лицензии работать осталось. То есть, если, например, из 365 дней купленного ключа осталось 10, то это будет буквально 2 дополнительных евро за то, чтобы расширить АТС до больших размеров, а не полная стоимость новой АТС, как было бы у некоторых других производителей. Тут, конечно, вы можете возразить, что вам как партнерам хотелось бы в любом случае брать полную стоимость за каждую дополнительную услугу, но тут производитель ищет некоторый баланс с тем, чтобы и заказчики были довольны, и партнеры. Ну и, как уже сказал, участникам сегодняшнего вебинара готовы предоставить дополнительные скидки. У нас уже более 2000 коммерческих клиентов по 3CX в России. Самые большие проекты были на 512 одновременных вызовов. То есть, это несколько тысяч сотрудников компании, даже такие крупные. Конечно, не такое проникновение на рынке, как в Западной Европе, где, например, в Скандинавии до 97% всего коммерческого сегмента, а, например, в Гренландии вообще телефонная сеть всего острова построена в принципе на 3CX. Мы только в начале этого пути. Понятно, что и конкуренция высокая, и решений много, но как одно из решений, качественное, позволяющее зарабатывать, пожалуйста, вы можете добавить его в свое портфолио, предлагать заказчикам, и вместе с нами реализовывать задачи заказчиков. Так что будем вместе с вами, надеясь, развивать наши успехи. Ну и, конечно, учитывая и ушедшие бренды, и вообще в принципе конкурентную среду, мы готовы предоставить кейсы замены бесплатных, условно-бесплатных решений тестериск, Panasonic, который тоже, ну в принципе, уже в последнее время отошли от направления телефоней виртуальных АТС. У многих заказчиков возникают вообще какие-то терзания по поводу того, нужно ли пользоваться виртуалками, или поставить собственную АТС. Тут вопрос дискуссионный, но мы тоже готовы предоставить свои аргументы. Конечно, сравнение наших двух брендов, основной, с которой мы работаем, яснор 3CX и других, ну и просто примеры успеха, в том числе брендов, которые представлены на экране, ну и многих других. Ну и направление не мое, редично я за него не отвечаю, но нам показалось с коллегами, что оно будет для вас интересно, и про него нельзя не упомянуть. Решение для безопасной передачи данных, а именно LTE-маршрутизаторы от китайского производителя MailSite. Я знаю, что многие слушатели этого вебинара занимаются продвижением онлайн-касс, но вот такие устройства могут быть в этом плане, ну и для какого-то такого дистанционного эквайринга тоже интересны. LTE-маршрутизаторы промышленного класса для высокоскоростной передачи данных трех серий. LITE, PRO, ULTRA. Ну, соответственно, возможности, функционал, ну и цена в этом смысле отличаются в зависимости от серии. Ну, конкретно устройства разбирать не будем, но два вот примера возможностей их использования. Защищенные платежные транзакции, вендинги, в различных терминалах оплаты, ну и просто в кассовых аппаратах, и мониторинг технологического оборудования, какие-то удаленные вышки, энергосети и так далее. Вот для передачи данных через 3G или 4G такие устройства могут применяться. Если нужна будет подробная информация, опять же, партнерская программа, уровень ваших скидок, маржинальности и так далее, обращайтесь тоже с отделом MailSite, познакомлю, и всю информацию предоставим. Ну и последний слайд, с чего начать. Заключите договор через наш отдел продаж, рекомендуем обращаться в офис в Новосибирске, но если хотите, например, с московским центральным офисом работать, это, конечно, возможно. Зарегистрируйтесь в партнерской программе 3CX по ссылке, которая была в презентации, ну или вот, собственно, по QR-коду на экране, переходите, это ни к чему не обязывает, но вы будете готовы в будущем для представления дополнительных возможностей вашим заказчикам. Получайте повышенные скидки, специальные условия и давайте работать вместе. Всем спасибо за внимание, если какие-то вопросы отвечу, если у вас есть вопросы о смотре записи на YouTube, то пишите в комментариях, мы их обязательно читаем. Ну и, как говорится, не забудьте поставить колокольчик, поставить лайк, палец вверх и подписывайтесь на нашу компанию. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok